здравствуйте с вами новости активизма команды активатики и так протест против пенсионной реформы постепенно становится политическим политизируется просто на глазах и невзирая на дачный сезон и на прекрасную погоду люди выходят в десятках российских городов и никто их не организует они выходят просто по зову сердца вот на минувших выходных очень крупный митинг прошел в москве он собрал примерно столько же народу сколько собирал митинг против реновации я напомню предысторию я напомню что когда люди собрались вот так вот активно да против реновации несколько тысяч человек собралось то вот эта компания она дала отличнейшие результаты и людям удалось сохранить свою собственность по крайней мере самые активные свои дома сохранили у меня очень большая надежда на то что с пенсионным протестом получится вот точно так же ну какие были лозунги на этой акции на площади сахарова лозунги были очень даже жесткие путин вор россия будет свободной долой царя долой самодержавия правительство в отставку импичными президенту народный трибунал ну яркий лозунг который лично мне запомнился пожалуй больше всего это граждане не умершие до 60 лет участвуют заговоре сша против российской пенсионной системы москве накал страстей дошел до того что протестующие они даже начали топтать ногами личико так сказать президенты которые им уже надоел который так долго находится в власти и решение которого становится все гажа и гажа ну а в питере 28 июля прошел очередной митинг это уже не первая акция протеста против повышения пенсионного возраста и в этот раз лозунги были более жесткие чем в прошлые разы лживый кгбшник грабят стариков пенсионная реформа равно ограбление населения на митинге в питере который был организован в основном представители левых политических сил говорилось что вопрос пенсионного возраста это вообще не идеологический вопрос он не разделяет людей на коммунистов демократов на правых и левов на либералов и консерваторов это вопрос просто наличие совести ее отсутствие и все кто к сейчас призывает повышению пенсионного возраста при нынешнем состоянии здравоохранения продолжительности жизни проблемах с трудоустройством в основном эти проблемы у людей зрелого возраста они попросту живут на другой планете ну вот так например глава комитета культуры госдума ямпольская она рекомендует россиянам выйти из зоны комфорта но очевидно что при продолжительности жизни в 53 года как в коме россиянам до зоны комфорта еще ой как далеко ну а 30 июля в туле и новомосковске на митинге вышло более тысячи человек протестующие заявили что нельзя допустить чтобы у каждого работающего мужчины государство украла полтора миллиона рублей а у каждой работающей женщины два с половиной миллиона рублей откуда берутся эти цифры очень просто вы просто берете среднюю пенсию умножаете ее на количество месяцев в году умножаете на количество тех лет которые вот рекомендуют наше правительство чудесное на которую рекомендует наше чудесное правительство увеличить пенсионный возраст рекордные по численности митинг собрали в краснодаре там на митинг против пенсионной реформы собралось более трех тысяч человек они собрались не только против повышения пенсионного возраста и но и против повышения роста налогов в мурманске сотни человек собрались на стадионе профсоюзов и там прошел первый митинг против пенсионной реформы акция проходила под лозунгом не допустить социальный террор власти против народа а в волгограде митинг снова прошел и собрал в этот раз больше двух тысяч человек хотя организатора заявляли о том что они собираются создать собрать только тысячу и самый яркий лозунг там был восемь лет к пенсионному возрасту да в нашей стране за убийство это меньше дают в ростове на данном на митинг вышло около тысячи граждан они требовали остановить пенсионную реформу они называли реформу людоедской и требовали отставки правительства но перед началом митинга власть приняли меры полицейские они оцепили площадь красно-белой сигнальной лентой поставили бронированный грузовик с отрядом омон вот собственно говоря как власть параноидально боится собственных граждан самаре сквере родина собралось около 2000 человек и народ нам пришел с таким лозунгом надо менять не пенсионный возраст а президента и правительства пенсионный протест аккумулировал вокруг себя людей самых разных политических взглядов и в этом протесте всероссийском участвуют представители вот самых разных партий и самых разных политических движений там от коммунистов до либертарианцев и сторонников лавального это действительно очень классно потому что только совместными усилиями вот эту систему можно победить но пока что система к сожалению она еще не побеждается еще нужно продолжать протестовать и 27 июля кпрф получила ответ от центральной избирательной комиссии в ответ вот на их требование провести народный референдум по отмене новой пенсионной реформы что не понравилось цик но вот с точки зрения цика средний россиянин не в состоянии ответить на вопрос предложенные коммунистами для референдума за вопрос звучит так согласны ли вы с тем что в российской федерации возраст дающий право на назначение страховой пенсии по старости по старости повышаться не должен вот с точки зрения цика только гражданин обладающий юридическим образованием то есть специальным образованием состоянии ответить на этот вопрос а вот обычный гражданин но вот но никак не в состоянии вот такие понимаете мы все дураки с точки зрения цика и вот ведь что интересно ведь получается что когда человек всю жизнь платит налоги из которых собственно говоря и формируется пенсионный фонд то почему-то власти уверены что ему для этого хватает ума до работать и платить налоги вот как только встает вопрос о том чтобы дать человеку право решить путем референдума повышать или не повышать пенсионный возраст бабац и тут у него оказывается ума то не хватает нужно ему специальное юридическое образование но самым лицемерным в этой истории человеком по моему является вот это вот прости господи элла панфилова руководитель цика которая заявила к пр что она то на самом деле вот только за референдум но в такой формулировке не годится проведение референдума поэтому она готова со своей стороны провести консультации конечно звучит это все очень мило только на самом деле ее намерение то совершенно очевидно она просто не хочет чтобы этот референдум вообще состоялся и она тупо тянет время до того момента как законопроект пройдет третье чтение в дух ну цель путинская система она совершенно очевидно это распоряжаться народными деньгами самостоятельно и не советоваться естественно с народом а как только у народа возникает там малейшее желание самим проконтролировать куда деваются их народные деньги каким-то образом повлиять на судьбу этих народных денег например путем референдума то вот в этот момент вот это вот окно возможностей путинская система очень быстро закрывает и таким образом через мирный совершенно нормальный процесс проведения народного голосования референдум это и есть народное голосование вот цик делает все чтобы этой возможности людей лишить и не дать им самим принять решение о том каким образом будут распределяться и будут тратиться их народные деньги ну а если люди не могут высказаться мирно и спокойно на референдуме им не дает сделать власть то они просто вынуждены выходить на улицу и это значит что власть сама своими действиями вынуждает людей накалять страсти и переходить к более активным действиям переходить к уличным акциям протеста то есть это не такие вот люди на самом деле а это власть такая которая людей просто буквально выдавливает на улицу и вот что интересно вот если раньше с жесткими политическими лозунгами выступали в основном люди молодого поколения представители например команды навального сторонники навального они выходили на антикоррупционные акции он нам не царь ну почему ну потому что это дети которые не смотрят пропаганду на них не влияет телевизор если они смотрят они смотрят по-другому другое дело люди старшего поколения которые были всегда более лояльны к власти и которые более подвержены пропаганде люди еще такой советской закалки и вот что интересно вот сейчас власть она влияет именно на этих зрелых граждан которые в прошлом видео поддерживали и она своими глупыми жадными действиями она просто делает все для того чтобы вот эти граждане зрелого возраста становились самыми настоящими протестантами и требовали отставки правительства требовали отставки президента импичмента и народного трибунала но несмотря на многочисленные заявления о том что россияне страшно разобщены что вот они все время ругаются и грузутся друг с другом по политическим соображениям по религиозным и так далее что они ничего не в состоянии сделать вместе и поэтому они все время проигрывают вот этой вот провластной коррупционной системе вот что показывает практика что показывает протест против повышения пенсионного возраста а то что в критический момент дорогие россияне в состоянии собраться и действовать сообща